Ну что, ребят, добро пожаловать на 17 этап Формал 1 на гран-при Японию. Сузука, собственно, довольно интересная и очень захватывающая трасса. Начинаем мы с тражей, с квалификации. Собственно, я пропустил момент с практики, потому что он здесь просто не нужен. Темп по практике у нас был, и это самое главное. С первого сегмента я выхожу без проблем, с первого места. Во втором сегменте я уже поехал на софте, чтобы стартовать с него и, соответственно, поехать точно на стратегию в один пит. Потому что я не особо был уверен в том, что мне хватит моего суперсофта, чтобы доехать, точнее, минимума уже после суперсофта, чтобы доехать до конца гонки. Во третьем сегменте я квалифицировался не на пол позицию, к сожалению, как рассчитывал изначально, но четвертое место тоже неплохо. Также Сироткин, опять же, попал в третий сегмент, что очень хорошо. То есть Сироткин уже тоже едет в хорошем темпе и может бороться уже за какие-то хорошие очки. Что означает то, что все-таки модификации в болид, вложенные в средства, оправдываются. По гонку на гонку у нас отлеждаются отличные. Не будет дождя, самое главное, потому что в Японии это довольно осложняет прохождение трассы. Но будем пытаться прорваться от четвертого места. Все-таки надо бороться за первые места сейчас начинать и к новому сезону уже подготовить по максимуму болид, так чтобы мы могли с Сироткиным бороться спокойно за чемпионский титул и за кубок конструкторов. Ну и потихоньку переходим к стартовой решетке. На первом месте у нас Льюис Хэмилтон, на втором Себастьян Феттель, на третьем Вальтери Боттес, на четвертом уже я нахожусь, то есть лидеров не взял штрафы. Пятый у нас Макс Хэстаппер, шестой Нико Хюкенберг, седьмой Сергей Сироткин, восьмой Даниэль Риккиар, девятый Слабанхон и десятый Чокоперес. Собственно, такая у нас топ-десятка. Рэдбулу взяли штрафы себе, Кимик, кстати, взял штрафы себе, что довольно интересно, как он будет прорываться с пятнадцатого места. Ну, об этом мы узнаем чуть позже, потому что ситуация в гонке будет развиваться очень и очень интересно. Небольшие такие спойлеры. Собственно, стратегия один пит-стоп, потому что хочется выиграть гонку, а не проиграть. Плюс в будущем этот один пит-стоп себя очень сильно оправдает. Ну и переходим к старту. Собственно, старт я молниеносно стартую. Даже сначала не понял, что произошло. Отпустил на старте газ немного, потому что я подумал, что... Как так? Типа, я просто стартанул в тот же момент, как погасли огни. Из-за чего я смог сразу же пройти Фетталю еще напрямую вместе с Ботасом. Но Фетталь, кстати, немного проиграл старт по итогу. Собственно, вот мой молниеносный старт. Также в первом повороте немножко задел, вынес. Из-за этого он с Ботсом поехал я немного по дальней такой территории. И у нас на первом круге выезжает виртуальная машина безопасности, появляясь точнее. Из-за чего? А наш любимый поворот R-131. Первый жертвовал стал Брэндон Хартли. Собственно, жертв у нас будет немало в этом первом повороте. И уже, кстати, на третьем кругу после рестарта, там через какое-то время меня догнал Фетталь, перегнал в первых двух поворотов. И после моего плохого выхода опять же этих поворотов меня понесло, я зацепил Ботаса. По итогу мы вылетели с ним и оказались на последних двух позициях. Ну, для меня ситуация не очень хорошая. Также Сироткин поролся с Рикьярда в... Также в 631-м его Рикьярда гнал. Но повезло там, что Сироткин не улетел. Но во второй раз Сироткину не повезло, Рикьярда его поддел. Но тут повезло в том, что он не въехал вообще в отбойник. Он в миллиметрах от него остановился. Потом через какое-то время сошел Чекоперец из-за того, что он просто въехал в окон и сломал себе переднюю правую подвеску. Я же через какое-то время догонял-догонял всех. Собственно, у нас тут еще Эриксон вылетел в борьбе с Маклардом вроде бы. Из-за этого я смог его спокойно пройти. Постепенно он проходил всех. И у нас на девятом круге выезжает машина безопасности. Из-за того, что Кимми сначала повредился в переднее антикрыло. И в Р-131 его поддел Рено. И он еще чуть-чуть успел отрулить от момента того, чтобы просто сломать переднюю левую подвеску. Собственно, на пистопе меня немного задержали из-за Эриксона, но из-за этого задержали Иван Дорда, который был впереди меня перед моим пиццодопом. И за счет этого я его прошел на пите. И под машин безопасности. После рестарта я, как обычно, рестартуюсь очень и очень печально. Но также у меня был мидиум. Что с него взять? Я также плохо прогрессировал для этого рестарта, поэтому так и вышло. Но через круг догнал все-таки группу впереди идущих себя именно Грожана, Гасли и Акона. И при прохождении Гасли у меня возникла проблема, что меня он просто выбил своей же ошибкой, из-за чего я просто отправился в управляемый занос, слава богу. Пусть я потерял пару позиций, но все равно неприятно было. Хотя, да, Япония все-таки дом дрифта, так сказать. Поэтому почему бы не дрифтануть на публику? Эх! Ну да ладно. Догоняю быстро Магнусона и Грожана, опережаю их в двух поворотах по сути, и потом через какое-то время догоняю Гасли напрямой. Не решил его пытаться обходить в Р-131, потому что я понимал, чем это может для меня закончиться. У меня уже было два вылета за эту гонку, пожалуй, нет. В этот раз я поаккуратнее как-то. Потом Гасли просто не успевает оттормозиться, въезжает в Хюлькенберг, ломает себе переднее антикрыло. Немного также в конце шикана меня пытался вытеснить, уже мне пришлось просто резать по поребрику, потому что не было никаких вариантов. Ну и на старт финише прямой Гасли уже опередили оба Хаса. Впереди меня по сути шел только Хюлькенберг и Акон. Лидеров я не брал в расчет, потому что они ушли бы на свой второй питстоп уже в скором времени, поэтому мой основной соперник это был уже Акон, потому что он тоже был на медиуме, соответственно, шел тоже на стратегии в один питстоп. И в шикане его после Хюлькенберга опережаю. Соответственно, я выхожу на теоретическое первое место, потому что у нас Рикерта также уже заехал, заехали Льюис, Феттель и еще вроде кто-то по итогу я выхожу на первое место. Но позади у нас довольно жарко велась борьба, Кими ошибается, его обходят тут же Ван Дорн вроде бы и тут же Сироткин его тоже атакует. То есть меня радует то, что Сироткин на равных борется с Мерседесом, Феррари. Они где-то там в конце пелотона едут, а я в то время еду где-то наоборот впереди. С-131 снова Сироткин пытался пройти Макларен. Повезло, что его не выбило там. Опять же Мерседес, Феррари, там кто-то блокирует колеса и они продолжают бок о бок воевать, но на старт-финиш прямой мотор Мерседес все-таки как-никак берет верх над Феррари. Сироткин в это же время в течение круга, который его сдерживал. Также Макларен опережает уже Ботас и Кимми по сути остается позади, что дает возможность Сироткину и Ботасу отъехать подальше от Кимми. Ну и так сказать небольшой конец этого заезда. Грожан у нас вылетел при атаке Фюгенберга и решил останется в конце Шиканы. В него въезжает почему-то Ботас. Он мог просто отрулить и по итогу выбивает и себя и Грожана. Также позади въехал в эту группу всю Сироткин и Кимми. Поэтому Сироткин и Кимми отправились у нас на пидстоп и еще там пару-тройку гонщиков, которые въехали в это все столб плодотворение и они теряют хорошие довольно позиции. Ну а я же в свою очередь делаю эдакий камбэк, очень хороший камбэк с последнего места на первое. И опять же если бы у меня была стратегия в два пидстопа, скорее всего я бы не смог так камбэкнуть, я смогу приехать там на третье кире четвертое место максимум. Но за счет одного пидстопа я отыграл немало времени. Также да, у нас выезжал сейфтикар, который мне помог в этом тоже, потому что он собрал все болиды вместе и за счет этого лидеры не особо далеко были бы от меня. Если бы не было у нас сейфтикара, скорее всего бы я бы очень далеко бассал от лидеров и опять же мог приехать там своей стратегии на четвертое, пятое место, не более. Кстати, хочу заметить такой момент, то что в R31 у нас по сути было три разворота. Первый у нас это был Брэден Хартли, который вылетел и у нас вышла виртуальная машина безопасности. Когда вылетел Сироткин, не вышла ни машина безопасности, ни виртуальная. Когда вылетел Кимми, вышла машина безопасности. Вот как-то странно работает алгоритм этого всего дела, потому что Хартли сошел и вышла только виртуальная машина безопасности. Сироткин, он не получил вообще никаких предупреждений. Окей, тут понятно, почему ничего не вышло. Райкенни, когда вылетел, он сейчас сломал переднее крыло и из-за этого выехала машина безопасности. Почему-то странно. По идее, должно было наоборот быть, что Хартли вылетел в машина безопасности, а вот при Райкенни виртуальная машина безопасности. Ну да ладно, особенность, так сказать, игры. В турнире, в зачете, я прохожу оба Рэдпула, наконец-то, за титул бороться я уже не стану. В Кубке Конструкторов у нас все так же близкая борьба между Феррари и Мерседесом. Рэдпулл там потихоньку пытается как-то догнать, но не может, за то, что все время я вклиниваюсь в эту борьбу между Рэдпуллом, там, Феррари и Мерседесом, и поэтому отталкиваю их на еще пару позиций вниз. По итогу у нас было кучу контактов в один момент, но в сотенокруге, опять же, когда был то столпотворение. Ну, конечно, да, это был очень плохой исход событий для Сироткина, то, что он, по идее, боролся в очках вместе с Ким и Ботасом по итогу, из-за того, что граждан просто почему-то решил встать в шиканье. Я, конечно, понимаю, что, по идее, он хотел пропустить пилотов, но он встал прямо вот чисто на Апексе. Соответственно, у него бы по-любому кто-нибудь довъехал бы. Ладно, переходим к исследованиям. У нас, мне повезло, что я за этот этап умудрился заработать 1200 очков почти, что хватит нам на оба значительных обновления для Вар Динамики, который стал последними в этом сезоне. Большие обновления буду заказывать уже после конца сезона на новый, потому что три недели я бы все равно их получил в Австралии. На этом, ребят, все. С вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и вступайте в нашу группу в ВК. Скоро ждите один большой анонс. Всем удачи и пока-пока.